Приветствую, друзья! Не разрывайте целостность и нить. Проснувшись, например, сразу запишите сокровенность мысли. Потому что потом все пазлы разлетятся, и это то внутреннее единство, то доминанта, в которой вы там состоялись, испарится. В этом, собственно говоря, и был совет, наверное, Теслы, который говорил, я сразу записываю, ну, так пишут, так пишут про него. Сразу записываю, как только проснувшись, сразу беру ручку и тетрадь и записываю, которые лежат у меня рядом с кроватью, в окно. Это очень важно, сразу записывать мысли, которые приходят в голову, как говорится, утро вечера мудренее, потому что потом все рассыпается. Вот я детектор одновременно, потому что у меня проблемы с очень быстрой эмоциональностью, переходами из одного состояния в другое, и тем более у меня там, я говорю об этом специально, что у меня там стоит титан, мне 7,5 часа операцию делали, я упал случайно на головолюдень. Так вот у меня же, как погода меняется, или что меняется, меняется все время состояние, вместе с состоянием меняется поток мыслей, поток ассоциаций. Вот, например, я проснулся сегодня вот с этой идеей, и сразу его записал, и вам говорю, и я сейчас кое-что скажу очень важное. Если хотите изобретать, так изобретайте, записывая все возникающие выставки по утру, ну или когда проснете. Почему так? Потому что в этот момент между сном и бодрствованием, когда вы еще не до конца проснулись, вот в этом попеременном состоянии между сном и бодрствованием отсекаются автоматически шаблоны, страхи, комплексы, подражание авторитетам, и вы мыслите своей собственной сутью, если можно так выразиться, друзья. Ну, можно, например, так выразиться, потому что я смотрел лекцию величайшего профессора, который выступал в интернете, смотрел, я прикреплю вам эту лекцию туда вот под роликом, который выступал в сердце организации Гугла, который говорил о квантовых вычислительных машинах, о том, что цифровизация скоро заканчивается и начнется как раз таки квантовая. Ну, это вообще, это такой профессор, это просто такой молодец и такой просто невероятный открывает перспективы перед нами, перед человеками, говоря о будущем. Ну, вопрос в том, он ставит такой вопрос, он говорит, все зависит от того, в чьи руки это попадает, все зависит от нравственности людей, от их духовности. Кстати говоря, многие путают, они думают, если духовный, значит религиозный, значит он должен ходить в церковь и так далее. Когда у нас был Советский Союз, духовность называлась нравственностью. Это совестливость, это культурность, это чистота души, это порядочность, это, можно прямо сказать, независимо от того, колхозник ты или инженер, это интеллигентность. Советственность. Да, ну, там вот, если вы покопаетесь в словах, они все время меняют свое назначение, и поэтому люди путаются. Так вот, я хочу что сказать. Я вот эту лекцию профессора, которая мне очень понравилась, потому что она открывает такое будущее, но при этом она говорит, в этой лекции говорится о том, что все зависит от того, в чьих руках это. Ну, это палка в двух концах. Понятно. Что это технический прогресс. Знаете, что я вам скажу? Я в свое время, когда еще был молодой совсем, читал книжку, которая называлась «Утро магов». Написал ее лауреат Нобелевской премии и очень известный международный журналист. «Утро магов». Вот такая толстая. И там было написано, почему, например, на Нюрнбергском процессе вот эти вот столпы фашизма так спокойно воспринимали, когда им говорили, что вы наделали. они просто людей за людей не считали. И поэтому, поскольку они людей за людей не считали, поэтому они позволили себе их в концлагерях убить, душить, расстреливать, сжигать. Оценка у них другая к людям была. Так вот, вопрос в том, что если, например, мой друг, академик, ноябрь, он мне написал, он говорит, когда техника развивается, прогресс идет технически, там, компьютеры, телефоны, они лишают человека способности самому запоминать что-то, думать о чем-то, потому что, ну, все в компьютерах. И человек, как бы, как становится атрофированным. Ну, вот, пожалуйста, другой конец палки. Ну, кто же прав в этом отношении, что прогресс развивается за счет научно-технической революции, но при этом, может быть, отставание нравственного развития ее, так сказать, пытаются компенсировать, это отставание религиозными вещами и еще чем-то. Или просто надо, вот, как утромагов, там было написано, знаете что, что есть некая секта на планете Земля, которая тормозит прогресс технического развития. Интересное событие, да, и вот оно такое зашифрованное, оно нам не дает, оно потормозит для того, чтобы люди сохраняли свои способности думать, запоминать, воображать. да, ну вот я какую-то книжку еще читал фантастическую, что вот один другому говорит, это правда? Он говорит, да, ну, говорит, давай его, говорит, к нам на совет, мы, говорит, его спросим, а это значит верхушка планеты по уму, разуму, ученый совет, так называемый, и они приглашают какого-то человека, который говорит, ересь, он говорит, я могу сам сосчитать в уме, сколько будет дважды два, но они сидят все такие серьезные, в таких колпаках, звезды на колпаках, и они ему говорят, ну-ка, сосчитай, сколько будет дважды два, и он так задумался, посмотрел в небо и сказал, четыре, и они так быстро на своих калькуляторах посчитали, посчитали, точно, а сколько будет трижды три, и он тоже сказал, девять, они были просто удивлены, шокированы, поражены, и эпилог там написано, наступит время, когда космический звездолет поведет человек, ну, вы видите, да, какие штуки происходят, что я хочу сказать, я прикреплю под роликом не только профессора, которые в Калифорнии, там, в сердце организации Google выступал, что переход в цифровизацию перейдет сейчас квантовым генератором, квантовым вот этим вот компьютером, это вообще, это просто немыслимо, что будет тогда происходить, потому что он говорит, надо учиться у природы, в природе же нет вот этих искусственных вещей, в природе как раз таки все естественно происходит, вот мы, говорит, так и сделаем, чтобы все естественно происходили, но это требует высочайшего такого технического, ну, короче, палка о двух концах, и он же говорит, что это зависит от того, кому попадет, в чьи руки, кто как будет использовать эти вот достижения, и ноябрь, который об этом говорит мой друг, академик, его стихи я прикрепляю тоже, да, потому что он всю жизнь занимается изучением фотонов, с экономерностью, светом, он занимается светом, но шутки ради скажу, он мне говорит, что мы светлые люди, потому что у нас много фотонов, он меня научил, например, много света на картинах делать, и они становятся хорошими, и у нас и школа человек будущего хомофутурса, очень много светлых людей, которые мне показывают, подсказывают, когда я рисую какую-то картину, в комментариях подсказывают, пишите, пишите здесь тоже, потому что вот эта картина медитация, считайте, что мы сейчас находимся в формате коллективный разум, и подсказываем, да, что там добавить, что убавить, это картина медитации, видите, звезды, и она в медитации, в соединении с космосом, всемирный разум, или что, или Бог, или что, пожалуйста, пишите, поэтому сейчас много говорят о переходе в квантовую реальность, и вот правильно, все зависит в чьи руки попадет, потому что, как говорится, палка в двух концах, поэтому у нас школа «Человек будущего», «Homo futurus» это воспитание человечности в человеке, что такое человечность, это способность сопереживать, сострадать, делиться радостью, это способность быть самим собой, а не тянуться только за авторитетами, это способность мыслить своей головой, это способность преодолевать страх, это способность управлять энергией стресса, использовать энергию стресса, как стресс-трамплин для решения ранее неподъемных задач, это способность чувствовать бесценность живого, да, это есть человек, который в отличие от животного имеет выбор, как говорится, выбор имеет и какой выбор главный у него, главный выбор человека это быть человеком или превращаться в животное, когда тобой регулируют и руководят только инстинкты, а человек это существо самое адаптивное на свете которое переживет все, все катаклизмы, потому что он одновременно и животное в биологическом смысле и разумное и совестливое, как говорил Лев Николаевич Толстой, что нас отличает, что является компасом среди многообразия мира, совесть, компас, это совесть, говорил Лев Николаевич Толстой, я с ним совершенно согласен, так вот я вам хочу сказать, я прикрепляю вниз в описание ссылку на двух академиков на нашего ноября, и прикрепляю и прикрепляю ссылку на профессора того, который в Калифорнии выступал, выдающийся, известный в мире, который тоже, они оба занимаются светом, они оба занимаются квантовой реальностью, и вот что они там говорят, вы посмотрите, посмотрите, поэтому не зря я сказал я Тесле, потому что сегодня вот перекрестие времен, в точке бифуркации, когда все попали в эту неопределенность, мы должны опираться на какие-то такие вот базовые основания человеческого развития, Тесла всегда привлекает наше внимание, потому что он изобретатель известный, он смотрит будущее, он создает это будущее, ну условно говоря, ноябрь, он тоже создает это будущее, и тут профессор в Калифорнии тоже создает это будущее, они с разных сторон подходят к одному и тому же вопросу, и в конечном счете получается, короче говоря, я вам скажу, друзья, не разрывайте целостности мысли, проснувшись утром, например, запишите мысли, а вот теперь где вы их это запишите, я, например, иногда записываю гаджеты, ну называется смартфон, так нужен смартфон или нет, нужен прогресс или нет, как мне, например, когда мне сразу с утра начинают звонить мои пациенты больные, выздоравливающие так называемые, с неврозами, паниками, фобиями, когда они звонят и звонят ко мне люди достойнейшие, которые говорят, давай мы поделимся с людьми, со всеми своими друзьями, новыми идеями, новыми мыслями, проведем беседу, давайте, когда они разрывают мне мысль вот это состояние целостности, поэтому я иногда записываю смартфон, а если бы не было смартфона, то есть если бы не было научно-технической революции, как бы я записал, а мне бы и не позвонили, потому что телефона не было, правильно? В общем, короче, вопрос тонкий, пишите, пожалуйста, свои коменты, коменты, потому что добавить, что убавить, в формате коллективный разум мы сейчас, и пишите свои мысли, технический прогресс, революции, нужны человеку, или нужно найти какой-то баланс между одним и другим, и как это найти без школы, человек будущего, homo futurus, без нас, как это найти, мы же этим занимаемся, мы напоминаем человеку каждый раз, кто есть человек, и даем ему инструмент, как использовать энергию стресса себе во благо здоровья и развития творчества, да, мы этим как раз занимаемся, обратили внимание, до встречи, немножечко справедливо воспринимаем пар independiden complete